Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Во-первых, с наступающим вас праздником, профессиональным праздником, Днём Дорожника. Праздник – это не только возможность подвести итоги, но и заглянуть за горизонты. А как вы знаете, дорога как раз для этого строится, чтобы заглянуть за горизонты. Но начну с пожелания, чтобы у вас было как можно больше работы, как можно больше качественных дорог. Для Саратовской области вопрос дорог – это вопрос развития. Мы регион большой, и когда говорим о дорогах, всегда начинаем сравнивать себя с другими, соседними регионами. Сравнение идёт в нашу пользу, когда речь идёт о километрах, но когда речь идёт о бюджете, как вы понимаете, мы проигрываем. И сегодня есть возможность для того, чтобы не только поговорить о дорогах, о бюджете, но и сравнить, а что удалось сделать, и возможно ли в нашей Саратовской области построить хорошие, качественные дороги. И самое главное, чтобы они были высокого качества и соответствовали нормативам, требованиям, предъявляемым к дорогам. Понятно, что наши 100 тысяч квадратных километров больше почти в два раза, чем площадь Самарской области или Таштана. Совершенно очевидно, что необходимы другие вливания в дорожную сферу. И поэтому, когда мы с Валерием Васильевичем обсуждали этот вопрос с нашим губернатором, ещё в 2012-2013 году была огромная проблема, связанная с тем, что средств на строительство, содержание и ремонт дорог хронически не хватало. Объёмы финансирования составляли всего каких-то 2 миллиарда рублей. Почему говорю «каких-то»? Потому что этих средств не хватало даже на содержание. Я не говорю уже о ремонте, о реконструкции, о новом строительстве. И всё это приводило в состояние, когда с одной стороны люди говорят «когда», «почему», а с другой стороны – отсутствие денежных средств. И необходимо было искать решения, решения, которые должны были позволить совершить определённый прорыв в этой сфере и сделать так, чтобы дороги начали ремонтировать, строить. И несмотря на огромную протяжённость, а у нас с вами до Перелюба около 400 километров, больше 300 до Зинок, около 300 до Турков, понятно, что такие просторы – это не только дороги, которые связывают райцентры, но есть ещё и дороги внутри муниципальные, дороги внутри поселковые, дороги внутригородские. Поэтому денежных средств на это, конечно, необходимо было в разы больше. И говоря об этом, собственно, мы выработали концепцию, которую на протяжении последних трёх лет стараемся реализовать, потому что в 2016 году в ходе избирательной кампании люди определили строительство дорог и ремонт как главный приоритет, и мы со своей стороны из этого тоже исходили. Если брать бюджет уже текущего года, то на дороги внутриобластные расходуется около 13 миллиардов. Эта сумма включает в себя в том числе финансирование за счёт федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». И вновь задаю вопрос – много это или мало? На самом деле, как ни парадоксально, несмотря на то, что объём увеличился в 6 раз, этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы в короткий промежуток времени, в течение где-то трёх, максимум четырёх лет, привести дороги в нормативное состояние. И скажу почему. У нас с вами наиболее протяжённые дороги, дороги наиболее загруженные, дороги высокой категорийности. Это дороги, требующие большого внимания и огромных разовых вложений. К федеральным трассам относятся дороги Волгоград-Саратов-Сызраль, она всегда была федеральной. Затем на федеральный уровень ушла дорога Саратов-Пенза, Саратов-Балашов. Понятно, что по мере перехода этих дорог на федеральный уровень разгружался наш областной бюджет. И денег становилось больше для того, чтобы заниматься дорогами внутри поселковыми, городскими, внутрирайонными, межрайонными. Но огромные расстояния и такие дороги, как Саратов-Озинки, Саратов-Братищево-Тамбов, Саратов-Алгай, эти дороги требовали финансирования многомиллиардным. Дорога Саратов-Озинки, для того, чтобы её привести в нормативное состояние, требует ни много ни мало, порядка 6 миллиардов. И текущее содержание порядка 300 миллионов ежегодно. Дорога Саратов-Братищево-Тамбов около 4 миллиардов, для того, чтобы привести её в нормативное состояние. И где-то 200 миллионов на ежегодное содержание. Дорога от Урбуха до Олгая, где-то 3,5 миллиарда, для того, чтобы привести её в нормативное состояние. И около 200 миллионов для того, чтобы эту дорогу содержать. Возьмите, суммируйте. У нас с вами получится более 13 миллиардов для того, чтобы только привести эти дороги в нормативное состояние. И сумма составит порядка 700 миллионов для того, чтобы ежегодно содержать эти дороги. Итак, можем ли мы, имея бюджет дорожного фонда в объеме 13 миллиардов, решить эти задачи? Нет. И развитие мы не можем обеспечить, имея такой бюджет и такую большую проблему. Именно поэтому мы пошли по пути обращения к председателю правительства передачи этих дорог на федеральный уровень. У нас с вами в прошлом году на федеральный уровень ушла дорога Саратов-Азинки. В этом году у нас с вами уже на федеральный уровень перешла дорога Саратов-Ртищево-Тамбов. И могу сейчас вам сказать, что до конца октября у нас на федеральный уровень уйдет дорога Урбах-Алгай. Вот когда это решение в этом году у нас завершится и со следующего года все эти дороги станут федеральными, это значит, средства, которые мы должны потратить были на них, останутся полностью у нас с вами на решении вопросов, связанных с ремонтом, строительством дорог внутри областных, внутри городов. А вот эти 13,5 миллиарда это уже за счет федерального бюджета Росавтодор будет приводить в нормативное состояние эти дороги, это средства федерального бюджета. Это значит ежегодно уже структуры Росавтодора будут заключать договора с порядными организациями, которые будут заниматься текущим содержанием дорог. И как вы понимаете, этот объем порядка 700 миллионов. Но эти средства уже не будут отвлекаться из того бюджета, который вырос и который стал 13 миллиардов рублей. Вот эти решения нам позволят на протяжении 3-х, максимум 4-х лет привести в хорошее состояние дороги области. Если только вы будете делать эту работу качественно. Потому что наличие денег это еще не значит решение проблем. И именно понимая это, мы поставили перед собой планку, которая очень непростая. Я вот вижу здесь Бедри Федорович Аяцков, который много, кстати, сделал для того, чтобы регион стал динамично развиваться. Но даже несмотря на его пробивные такие способности, мы и в то время, когда он был губернатором, и в последующее время не могли решить одну задачу, которая, собственно, у нас была ключевой. И без нее, собственно, даже имея средства, мы не получим качества, не получим контроля. И что самое главное, у нас регион не будет получать налоги и отчисления от тех средств, которые идут на ремонт, капитальное строительство и новое строительство дорог. Речь идет о том, что федеральная структура, являющаяся заказчиком по дорогам, относящихся к федеральному уровню, Большая Волга, находится в Пензе. И вот, поверьте мне, каждый раз мы подходили к решению вопроса с тем, чтобы эта структура находилась в Саратове, обосновывая, что все-таки Саратов намного более притяженная территория. И вот эти пересечения дорог находятся именно на территории Саратовской области. Сложно дорожникам с Саратова ездить за сотни километров в Пензу, отчитываться. Но, как вы понимаете, когда федеральное подразделение десятилетияно находится в регионе, вопрос переноса решается очень тяжело и практически перенос невозможен. Но вот тот путь, который был избран, здесь я должен сказать спасибо Валерию Васильевичу Радаеву, потому что, знаете, многое зависит от того, кто возглавляет регион, от его желания, от его воли, от его, если хотите, понимания ситуации. Потому что мы по этой причине потеряли медицинский центр высоких технологий. Это было до Валерия Васильевича и после Дмитрия Федоровича. Я думаю, что при них мы бы обязательно имели этот медицинский центр, который ушел в Пензу. Мы не стали регионом, где проводились игры по футболу, чемпионат мира. Также считаю, что это недостаточная работа, которая была в тот период времени проделана. И отсутствие аргументов или желания привело к тому, что мы потеряли. А вот, допустим, то же решение, которое было принято на федеральном уровне по размещению в Саратове кассационного суда окружного, нас продвигает, еще раз подтверждает статус региона как межрегиональный центр. И сегодня на 13 регионах у нас работает кассация. Это значит, что наша юридическая школа будет иметь возможность готовить кадры. Это значит, что Саратов возвращает себе позиции, которые некогда утратил. К чему подвожу? Подвожу к тому, что, когда мы изучали все эти вопросы, пошли по пути расширения и увеличения количества федеральных дорог на территории области. И если базовое количество дорог было, как уже перечислял Саратов-Пенза, Саратов-Балашов, Волгоград, Саратов-Цызринь, то за прошедшие буквально два года у нас количество дорог практически более чем удвоилось. И это стало основанием для того, чтобы говорить о необходимости развертывания в Саратове самостоятельного федерального управления Росавтодора. Я вас поздравляю. Причем поздравляю от лица председателя правительства, с которым разговаривал буквально в 19 часов перед принятием решения. Митрий Анатольевич принял решение о создании управления Нижневорского федеральных автомобильных дорог в Саратове. И для нас, коллеги, это во многом определит дальше развитие. А он просил передать вам слова благодарности за работу, поздравить вас с Днем Дорожника. Ну и, конечно, пожелать, чтобы наше уже Саратовское Нижневолжское управление со следующего года эффективно приступило к работе. Для региона это рабочие места, для региона это дополнительные средства в бюджет, ну и, конечно, для региона это практически удвоение объемов инвестиций в дорожную отрасль. Потому что, когда мы с вами обсуждали каждую дорогу, вы понимаете, какие средства должны направляться на решение этих задач. А задачи у нас множатся. Ну, во-первых, теперь эту задачу будет решать Нижневолжское управление, обход вокруг Сенной, инвестиции более 6 миллиардов. Именно на этой трассе автомобилисты зачастую часами стоят и ждут, пока откроют переезд через железную дорогу. У нас с вами путепровод через железную дорогу в районе Сенотского. Это также уже в планах. Эту задачу будет решать новое подразделение. И могу вас проинформировать. Буквально полторы недели назад Владимир Владимирович поддержал наше обращение с Валерием Васильевичем о реконструкции 36 километров обхода вокруг Саратова, расширении двухполосной дороги до четырехполосной. Это как раз от Вольской развязки до Волгоградской. Это серьезное решение, которое позволит организовать транспортные сообщения, бесперебойные, не будут стоять в пробках люди. Ну и самое главное, с комфортом можно будет объезжать Саратов. Но это еще не все. Ну вот начали сегодняшний день с Валерием Васильевичем, с осмотра подходов к Волге и места, где в будущем будет строиться мостовой переход через Волгу в районе Увека, скорее всего, за железнодорожным мостом, с тем, чтобы соединить в кольцо дорожное нашу саратовскую агломерацию. Агломерацию, которая объединяет Саратов и Энгельс, агломерация, в которой проживает порядка миллиона двухсот тысяч человек, единый транспортной инструктуры. И сегодня, значит, работая по предпроектированию, а дальше будет проект, и мы в этой связи хотели бы сказать, чтобы эти работы, мы просто обсуждали эту тему, чтобы эти работы, конечно, велись не просто качественно, а с учетом последних достижений и решений в области мостстроения. Конечно, нам необходимо предусмотреть мостовой переход, чтобы была возможность кроме автомобилей через него пропускать и общественный транспорт. Должна быть выделенная полоса. Это может быть, кстати, полоса под трамвайное сообщение, может быть, под скоростной трамвай, или троллейбус, или автобус. Но, во всяком случае, необходимо именно, исходя из такого стандарта, проектировать будущий мост. Да, большие будут подходы, но это хорошо. У нас тогда эти подходы разошьют нагрузку в городе и позволят добираться из одной точки в другую быстро и комфортно. Поэтому работа предстоит огромная. И это, в общем-то, настраивает на позитивный лад, и как раз разговор для праздника, его преддверия, во всяком случае, для нас с вами эта тема, наверное, ни у кого не вызывает сомнений. Но, дорогие друзья, уважаемые коллеги, было бы правильно обсудить еще один вопрос. Думаю, что, может быть, эта тема для кого-то будет не очень приятной. Но, учитывая, что мы не так часто встречаемся, в лучший раз собрались обсудить все, а из песни слова не выбросишь. Поэтому хочу обратить ваше внимание на следующее. Денег-то становится больше, и перспективы есть. Но, приведу несколько цифр и примеров. В Пензской области стоимость содержания региональных дорог 236 тысяч рублей в год за один километр. В Саратской области стоимость содержания одного километра дорог, как вы думаете, больше или меньше? Больше. 397 тысяч рублей за один километр. А дальше задаю вопрос, который не очень будет приятен, но правильно то, что здесь присутствует прокурор области, представитель правоохранительных органов. А заработная плата у дорожников Саратской области, какой должна быть? Раз норматив по содержанию дорог у нас больше, чем в Пенинске, больше или меньше? Какой она должна быть? Больше. Это говорит Дмитрий Федорович. Коллега, она меньше. А вот здесь, Валерий Васильевич, вопрос. У нас совесть есть. Это понятно, что категория, которая не учитывает СНИК, и ГОСТа, ее там нет в этих нормативах. Коллеги, вы что делаете? Я вам приведу цифру, которую попросил, чтобы мне дали. Найдите мне район, где работает организация с Пенинской области и с Саратовской. Причем и одна, и другая, занимаясь вопросами содержания дорог. Средняя зарплата Саратовской организации в Калинском районе 18 тысяч рублей, в Пенинской 35 тысяч рублей, плюс 13-я зарплата. Это как? Валерий Васильевич, вы хотите сказать, рычагов нет? Есть. Берите на работу тех, кто платит больше. Берите на работу тех, кто платит в белую. Ведь эти вопросы, они больше, чем вопросы зарплаты дорожников. Это отчисления. Фонд медицинского страхования. А у нас там с вами дыра 4 миллиарда. Это дыра ваша. У нас с вами отчисления в фонд социального страхования. У нас отчисления в пенсионный фонд. А дальше это низкие пенсии тех, кто работает в дорожной отрасли. Почему вы так к ним относитесь? Но еще об одном скажу. У нас зарплата бюджетников, а эти десятки тысяч человек. Сколько у нас, Валерий Васильевич, бюджетников? По области. 170 тысяч. Вы за что их-то так не любите? Ведь речь идет о том, что их зарплата исчисляется из средней по экономике, которую вы формируете. И по этой причине у нас низкие зарплаты у бюджетников. Такой же разговор будет уместен с председателями других отраслей. Потому что если сравнить зарплаты в других регионах и в наших, отнюдь не в нашу пользу. Коллеги, вот этот разговор тяжелый. Но я могу сказать следующее. Федеральное медуправление будет здесь. Но только имейте в виду, вас не будет над этих подрядом и вас не будет на этих работах. Вот там порядок будет наведен. А работать там будут те, кто будет платить зарплату в белую. Тот, кто будет соблюдать технологии. И здесь уже не будет того, что произросло в рамках работы областных структур. Об этом речь идет. И, уважаемые коллеги, признаюсь, что вопрос, кто будет во главе этого управления, обсуждали. И просили руководство Росавтодора назначить сюда человека, имеющего опыт работы в системе Росавтодор. Не с Саратской области, занимающего должность соответствующую, которая бы позволила ему, придя сюда, развернуть структуру. Со следующего года организовать работу, обеспечить качество, привлечение финансирования, проектирования. Потому что у нас что получилось? Деньги есть, проектов нет. Деньги есть, их сейчас закапывают в землю, когда минусовая температура на носу. И когда дожди идут. Поэтому мы, конечно, надеемся, что это будет человек, у которого есть опыт, у которого есть уже положительный бэкграунд, работу которого можно посмотреть. И вот, исходя из этих критерий, будет принято решение. Но еще раз повторю, правильно было бы и в рамках того бюджета, который сейчас 13 миллиардов, чтобы подрядные организации, когда будут подавать заявку на участие в торгах, по содержанию дорог, по строительству дорог, Валерий Васильевич, чтобы они обеспечили нам зарплату своим рабочим, достойным отношением к ним, уважительным, чтобы совесть была у тех, кто сегодня ведет себя, извините меня, неподобающе. И вот только с этим условием надо допускать на рынок. Иначе ведь что у нас получается? Денег все больше и больше. А люди что говорят? А почему к ним такое отношение? Они целый день на ветру, с лопатами многие. Этот труд не настолько высокотехнологичен, что лопата не нужна. И, конечно, вопрос качества. Учитывая объемы средств, которые будут поступать, правильно было бы уделить внимание все-таки в том, что является основой любой дороги, в качестве ущербной. Потому что при той морозостойкости, при том качестве, которое иногда желает лучшего, у нас с вами дороги стоят в короткий промежуток времени. А сейчас необходимо заключать договора до 10 лет. Сейчас правильно было бы, чтобы тот, кто строит дорогу, потом ее и содержал. Это подходы, которые уже используются у нас и в Москве, и в других регионах. И нам необходимо по этому пути идти. Это из вопросов работы над ошибками. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня профессиональный праздник. Поэтому, в общем-то, мы говорим о профессии, говорим о проблемах, которые, наверное, как раз относятся к этому дню. И говоря об этом, нужно еще раз подчеркнуть, что для нас дороги – это вопрос быть или не быть. Это вопрос развития. И говоря о перспективах, не сказал еще об одном проекте, который в работе, но пока еще не запущен. Надеюсь, что это в ближайшее время также произойдет. Речь идет о строительстве дороги в Шанхай-Гарбунг, которая проходит, ну, во всяком случае, будет проходить. А сейчас пока лишь коридор намечен через Саратскую область. И самый большой участок пройдет именно через наш регион. Порядка около 700 километров дороги. Это магистраль, которая свяжет Перелюб и Турки. Это еще один мостовой переход. Это еще одна возможность. Но я вам скажу, это не снег упал. Пять лет назад, когда принималось это решение, я уж не знаю, по какой причине, но эта дорога ушла севернее. Через Самарскую область, Ульяновскую, Пенинскую. А так получилось, что человек, который реализует проект, он для Саратской области не чужой. У него здесь родители раньше жили. Но и после разговора удалось убедить его, посмотреть все-таки, насколько целесообразен этот проект, который реализуется, обходя Саратскую область. А по-другому не назовешь. За что же вы ее так не любите, что выбрали такой маршрут, что через Овраги, через горы, через три региона вы обходите ее. Это вопрос тоже к нам. И к тому, как мы выстраиваем отношения, и к тому, как мы позиционируем себя, и к тому, как, в общем-то, мы отстаиваем интерес региону. И несмотря на то, что уже маршрут был пробит, вошел на затраты, изучил ситуацию, действительно, через Саратскую область этот маршрут короче на 200 километров, и к большому неудовольствию тех, кто уже считал, что этот маршрут проложен по другим регионам, было принято решение, что он пойдет через территорию Саратской области. И, насколько я знаю, в планах на будущий год начинать строительство, но, уважаемые коллеги, это огромный проект, причем это четыре полосы, бетонка, это, если хотите, мегапроект в области дорожного строительства, для нас, региона точно, если не говорить даже о нашей стране, потому что через восемь регионов он пройдет. И было бы правильно, чтобы на контроле был у региона, потому что этот проект во многом должен стимулировать вопросы развития области, использования придорожных пространств, создания сервисов. Дорога пройдет где-то порядка 20 километров севернее, чем расположен наш аэропорт Гагарин, поэтому, собственно, мы понимаем, это в том числе и развязки, которые нужно будет строить, потому что магистраль скоростная, а дорога, к тому же, еще и платная. Это большое количество грузов, которые пойдут с Востока, с Азии, в Европу, с Европы наоборот. Самый короткий путь, и ему необходимо уделять внимание. Достигнута договоренность, что управляющая компания, организация, которая будет заниматься вот всей этой дорогой, также будет находиться в Саратове. Это значит для региона дополнительные рабочие места, это значит для региона дополнительный бюджет, отчисление. Ну и, конечно, строительство такой дороги, это огромные инвестиции. Понятно, что они по всем восьми регионам будут, но раз здесь будет базовая компания, это серьезный проект для региона. Хотелось бы, чтобы мы его не потеряли, не утратили. Но так как состоялось уже решение премьера премьера в ходе обсуждения этого проекта с одобрением и поддержкой проекта, надеюсь, что он будет реализован, и наша региона сделала все для того, чтобы у нас появилась еще одна такая скоростная магистраль дороги, которая нам необходима, тем более она предусматривает переход через реку Волг. Если говорить о планах, думаю, что этих планов уже достаточно для того, чтобы в течение ближайших 3-4 лет активно развивалась дорожная отрасль. Коллеги, еще раз подчеркну, что это все в ваших руках. А что касается заработной платы, что касается технологий, коллеги, без этого в любом случае невозможно сегодня современное высокоэффективное предприятие. Если только маленькая зарплата, и тем более серая, понятно совершенно, что большинство работающих будут наверняка мигрантами. Что глаза-то закрываем? Они появились, их стало все больше и больше. Есть им? Есть. Надо об этом говорить. А наши жители уезжают в другие регионы на заработки. Уезжают в Москву, в Санкт-Петербург, в Самару. Почему? А потому, с одной стороны, зарплата в два раза меньше, с другой стороны, никто не приглашает на высокую зарплату, да и никто не плавит. Поэтому при всех технологиях, при всем дефиците денег и необходимости их, еще раз подчеркну, должна быть совесть. И вот если совесть появится у тех, кто работает в дорожном комплексе, думаю, что у нас быстрее будут дороги соответствовать нормативам, и больше будем строить. Праздник вам вас! Дорогие друзья, коллеги! Днем Паруси!